Добрый день, с вами программа Красный Угол. Сегодня мы будем вести нашу программу в немного непривычном для вас формате. Итак, начнем. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие, уважаемые жители Калужской области. Мы знаем, что начинается предвыборная кампания. Николай Дмитриевич, что вы можете рассказать нам об этом? Президент четко сказал, что выборы надо провести, чтобы они были объективные, свободные, без всякого давления, но на местах, в регионах совсем понимают по-другому. Давайте посмотрим на экранах, кто сегодня у нас мелькает. Члены Единой России, им, пожалуйста, доступ. Исполняющие обязанности губернатора под видом того, что это производственный момент работы, но ведь это не так. Делается все, чтобы не допустить оппозиционных депутатов в СМИ. Очень будет сложно пробиться на странице газет. Когда, значит, вот этот пасквит был соскряпан на Калужское региональное отделение этими 25 бакинскими комиссарами, в вестях это было опубликовано. У нас вот Анатолий Андреевич Галич, второй старик обкома, подал видение на эту весть. И по сегодняшний день оно не напечатано. Вот вам еще один из подтверждений, что это использование административных ресурсов. Сегодня вроде бы, да, выборы губернатора всенародные, но в то же время есть маленький нюанс в законе, что 5% нужно собрать подписей депутатов всех уровней, и в то же время этим депутатам наложено табу. Но я думаю, все равно мы этот 5% барьер преодолеем, и им не удастся нас выбить из колеи. Если вдруг администрация губернатора предпримет какие-то усилия для того, чтобы не зарегистрировать нашего кандидата на выборах губернатора Калужской области, и будет проводить давление на депутатов муниципальных образований в части, чтобы они отказывались давать подписи, значит, что наша областная партийная организация будет считать, что выборы губернатора прошли нелегитимно, просто он своим административным ресурсом назначил сам себя. Николай Дмитриевич, ну теперь, пожалуйста, расскажите нам о программе партии, о своих планах на будущее. Один из моментов этой программы – это жилище-коммунальное хозяйство. Действительно, это настолько мощная энергосистема, и поскольку она пустина на самотек и отдана в частные руки управляющим компанией, это не выход из положения, потому что это цементирует все государство. Коммунистическая партия Российской Федерации в первую очередь говорит, что контроль за этим должен быть государству, и государство осуществляет. Квартиры-съемщики должны платить за услуги коммунальные не более 10% от своего общего дохода семьи. Как воздух нужна программа по развитию агропромышленного комплекса в Калужской области? Как таковой ее сегодня нет. Сегодня, если в бюджет посмотреть, 777 миллионов выделено на развитие нашего агропромышленного комплекса в Калужской области, а на средства массовой информации, представляете, 600 миллионов. Разница есть? Николай Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, что Вы хотите изменить, придя к власти? Коммунистическая партия Российской Федерации, она еще в 2014 году разработала отраслевые программы, по выводу страны из кризиса. Эта программа направлена на подъем и возрождение промышленности нашей, исконно нашей, тех отраслей, в которых мы, в общем-то, были впереди всего мира, а сегодня оно у нас запущено. Это подъем сельского хозяйства и, самое главное, на обеспечение, социальное обеспечение нашего населения. Общедоступное образование для всех, это и медицина, особенно это, конечно, получение социального жилья, которое сегодня нет. В преддверии выборов избиратели теряют уверенность в том, что их выбор что-либо изменит. Сейчас начнется предвыборная кампания. Все начнут встречаться с избирателями и все начнут столько обещать и прочее. Как только выборы проходят, они напрочь это все забывают и, соответственно, не считают себя обязанными то, что они обещали избирателям. Для того, чтобы от этого уйти, нам сегодня необходим закон об отзыве депутата, то есть надо все отдать под контроль народа. И только народ должен определять, как нам жить. В студии были Екатерина Орлова, Николай Дмитриевич Бутрин, оператор Дмитрий Мартушенко. Спасибо, Екатерина, за беседу. Всего вам хорошего.